С Олей, с девушкой одной, приготовили макароны, картошку и разговаривали с ней во время готовки. Она архитектор, сейчас к ней поеду, к ней в поселение, заеду к ней в гости, она пруд копает. Короче, очень много чего интересного, еще по идее заедем к какой-то женщине на пряники готовить. Доброго времени суток, господа. Сейчас 8 часов утра, я иду в трапезную, скоро будем выезжать, попьем чая. Едем к Татьяне, она занимается производством пряников, вот посмотрим, как все это. Приехали в Куску, в котором куплю себе симку и переходником для симок, USB, чтобы сидеть нормально в интернете и оперативно загружать видео, а не ждать там часа ночи, чтобы не палить чужой трапезн. Надеюсь, это ускорит процесс обработки материалов, обработки видео. Я еще думал, там у нас есть МТС, и туда пойду симку подключать. Оля на камеру сказала, что не хочет показываться, и надо решать серьезные вопросы. Устройство связи добыто, все про все стоит, месяц, тарифом 950 рублей, 30 гигабайт трафика, но с часу ночи до 7 утра без лимит. Поэтому именно в это время я буду загружать на YouTube видосы. Сейчас едем смотреть, как делают пряники. Остановились в магазин купить продукты. Магазин Лента. Закупили продуктов там, огурцов, каши всяких. Ну, немного, но чтобы на день-два хватило поесть. Салатики приготовить. Сейчас заехали на бензоправку, походу дела, заправимся. 95-й бензин. Приехали к ребятам, которые занимаются пряниками. О, блин, скользко. Да, не, нормально. Вот, это Никита. Сейчас ему поможем с домом. Надо снять вагонку, это получается, так? Снять вагонку, там небольшой ремонт. Сейчас заодно вот приехал, помогу. Потом расскажу про пьяники. Сейчас идем за монтировками. А этот дом что? Это что? Это дом соседей, это я тут строю просто. Ну, так, как-то работает. Я понял, понял. И что ты тут делаешь? Ну, все. Вообще все? Что ты тут видишь, это все я. Кроме печки. Печку, печенек делал, остальное все. Вот, в подвал заливали. Собственно, целый год. Ну, там там темновато будет, я не знаю, вполне ничего. Да, вряд ли. У меня фонарик, ну, не с собой. Ну, ладно, может, потом сходим еще раз. Окна поставили. Ну, единственное, что тут еще со стенами довольно много работы. Я такому-то еще не менее, но в той комнате есть проблемы со стенами. И тут про стенок выпадает. Выпадает? Ну, видишь, он тут тоже, как прогнулся. Это, как бы, очень давно уже было все сделано. То есть, это вот старая обшивка была вот уже с учетом этого выпадения. А мы когда окна ставили, я вот в это бревно, я вот посюда руку напихивал посередине. То есть, гнилое внутри уже. Есть, наверное, вот такой кусочек только дерева. То есть, гнилое уже. Остальное все макрофлексами залезли. Может, скобами такими зафиксировать? Нет, у меня была идея поставить все перекрытия на столбы. Тоже, верно. Ну, тоже идея была. Смотри, что оно такое некрасиво. Это просто надо будет потом облагородить. Либо вот до этого кирпича, допустим, как-нибудь заштукатурой. То есть, здесь оно подперли, это все разобрали. Это старая труба, которая печка рухнула. Когда мы... Там печка была сделана, смотри. Она на самом краю стояла. То есть, вот фундамент под нее был зален. И печка стояла, даже чуть-чуть, наверное, свешивалась наружу. Нашла кран. А лабаки, которые были под полом, они заходили под печку. И мы когда их вынимали, вытаскивали, это все расширили, и в итоге печка рухнула. Вот. Но она была тоже уже такая немножко. Не самая лучшая. Сейчас мы сделали вообще отлично. Труба так осталась и держалась, не довалилась. Да, да, вот труба осталась. Мы не стали обрушивать, потому что там вот этот кусок. А дальше идет металлическая труба. Вот. И чтобы эта металлическая не провалилась вообще, ее вот так я ее подперл. И потом под нее подвели эту трубу. Ну, то есть, два варианта. Либо срезать вот эту лишнюю болгарку. Да, мне кажется, так просто за что-то, и ничего не срезать. Ну, так, может, не очень. Я его все-таки срезал. Срезать сколько надо? Так, до верха что ли срезать? Или так, плавный переход сделать? Не, 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 до верха ровненько так обрезать, зашукатурить. Ну, это можно все сделать. Ну, потратить на это. Печень-то еще будет штукатуриться или так и останется? Ну, ее надо помыть. По идее, когда печник лал, он в раствор добавляет соли. Но я вот сейчас на самом деле не вижу. Он говорит, что будет проступать белые следы соли. Ну, хотя нет, где-то, наверное, проступают. А что соль, что-то соль дает? Вот что-то соль дает. Он не говорил, да, за свои тайны? Нет, не говорю. А, так это из глины? Глина? Да, 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 конечно. Это печки всегда на глину собираются. Ну, не всегда, но практически, чаще всего. По крайней мере, цементных печек я, думаю, одну или две видел, а все остальные на глину. Причем глину мы это брали не просто так, набирали на карьере, а ехали на кирпичный завод, и они там некондицию выкидывают просто. У них там прямо вот мешками навалено, такие еще с виду, можно распознать в этой глине кирпич. И мы набирали эти кирпичи, некондицию размачивали их. Ну, это сам печник нам посоветовал, место показал, говорит, вот съездите, да, наберите. И получался раствор такой, как сметану практически. Что-то какая-то трещинка появилась, смотри, вот пошло. Ну, да, немножко появилась, возможно, из-за... Усадка, может, какая? Нет, ну, по фундаменту тут нет, но тут усадка. Топили уже? Нет, конечно. Может, из-за расширения металла пошло и разорвало немножко? Нет, это просто, видимо, ну, ее топили как бы так. Иногда, если ее сначала грамотно просушить, а потом постоянно регулярно топить, то вот такой фигней никого не будет. Когда ты приезжаешь и резко начинаешь много топить, вот она может вот так вот. Ну, это понятно, понятно. Просто очень сильно эти плиты важно как ставить. Я вот у себя ракетную печь делал и много-много с ними парился с плитой, как правильно ее смонтировать именно варочную плиту. Прикольно каменный. Тоже может глиной что ли? А, нет, тоже цемент. Нет, ну тут извести. То есть, цемент там только сверху, вот это реставрировали, а так там... Нет, ну тут вот, а, да, здесь извести, да, да. Да, да. То есть, усадка произошла здесь, с этой стороны? Ну, видимо, да, фундамент как-то идет. Отречной нет, он не появилось. Ну, вот тут замазана, я думаю, что она тут была. А, да, 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 вот что-то есть такое. Как раз так по всей. А с той стороны ее даже не замазали. А куда здесь фундамент не знаешь? Есть никакой. То есть прямо на земле? Ну, камни чуть-чуть уходят по дому, но под них там ничего не заливалось. А сколько стоит уже эта конструкция? Ну, могу сказать, я не могу. Это тоже стена, видишь, чуть-чуть. Да, 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 и ворота, вот если посмотреть, тоже так наклонились вперед. Дом вот этот довоенный еще. Наш, по-моему, 50-50. Да, это тоже, по идее, будет так же, где-то довоенным. Вероятно, да. И тут, видишь, еще стенка была, то есть он продолжался сюда, а здесь еще какое-то строение. То есть это уже давно вообще. Может еще со времен царя Соломона? Ну, может быть. Задача сорвать всю эту отделку. Все, 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 здесь и там, и там, и там. Ну все, поехали. Столько мы сделали, сейчас буквально за пару часов. Вот, все это подбивали, подколупывали. Внутри какие-то ништячки, куча ништяков полезненьких, вот, банки, все остальное. Девушки готовят кушать. Ну что, пойду внутрь, что-нибудь там помогу, может, с едой, с готовкой. Или займусь монтажом, что-нибудь помонтирую. Все, всем пока, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok